Новости Москва-Баку. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило серьезное беспокойство нападениями представителей армянских общин на азербайджанские дипломатические представительства за рубежом и потребовало наказать виновных. Об этом ведомстве заявили, комментируя произошедшее накануне нападение армянских радикалов на дипредставительство Азербайджана в Париже. Эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на нанесение увечий дипломатам и повреждений их имущества, поэтому характеризуются как деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах. Азербайджанская страна требует, чтобы акты вандализма, совершенные радикальными армянскими силами, были расследованы правоохранительными органами соответствующих государств. А действиям лиц, совершающих эти преступления, дана правовая оценка, заявили в МИД Азербайджана. Сегодня, 19 сентября, посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Ему была вручена нота протеста в связи с нападением армянских радикалов на посольство Азербайджана во Франции. Заместитель министра иностранных дел Халав Халав довел до сведения посла, что нападение группы радикально настроенных представителей армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджана в Париже демонстративно сопровождалось грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права. В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, были поставлены под угрозу деятельность дипломатического представительства и жизни сотрудников. Было отмечено, что акт вандализма, представляющий угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, требует тщательного расследования правоохранительными органами Франции. Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом, связанным с посольством Азербайджана, отметив, что будут предприняты соответствующие шаги для дачи соответствующей правовой оценки инциденту. Напомним, 18 сентября армянские радикалы во время проведения митинга перед посольством Азербайджана в Париже попытались ворваться в здание дипредставительства. На кадрах, которые попали в сеть, видно, как экстремисты опрокидывают железные заграждения перед посольством, а затем пытаются взломать входную дверь здания и проникнуть внутрь. Бесчинство армянских радикалов в Париже продолжались еще несколько часов. При этом французская полиция бездействовала, хладнокровно наблюдая за происходящими беспорядками. Сегодня появилась информация, что участниками нападения на посольство Азербайджана в Париже могут быть члены радикальной армянской молодежной организации FRA North Surround. Об этом заявили в Ассоциации диалога Франции и Азербайджана. Отмечается, что это не первый раз, когда представители армянской диаспоры совершают подобные нападения. В акциях участвуют в основном девушки от 18 до 20 лет. В организации особо подчеркнули, что это достаточно агрессивное объединение. Несмотря на многочисленные нападения, никого из этих людей к ответственности до сих пор не привлекли. Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев открыто обвинил правоохранительные органы Франции в бездействии во время беспорядков, учиненных армянскими радикалами. Армянские фанатики Франции совершили нападение на посольство Азербайджана. Но давайте оставим армянских радикалов в стороне. Господин Эммануэль Макрон, позор Франции за то, что она не защищает здание посольств и игнорирует фундаментальные требования по нашей безопасности. Сегодня Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту нападения членами радикальной армянской группировки на административное здание посольства Азербайджана во Франции. Генпрокуратура обратилась с запросом об оказании правовой помощи для проведения расследования уголовного дела в рамках совместного сотрудничества с компетентными органами Франции. Госсекретарь США Энтони Блинкин накануне, 18 сентября, позвонил президенту Азербайджана Эльхаму Алиеву. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера. В ходе телефонного разговора была отмечена важность укрепления режима прекращения огня, обеспечения прочного мира и безопасности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе переговоров по мирному договору, продолжение усилий по открытию транспортных коридоров. Стоит отметить, что разговор между Энтони Блинкином и Эльхамом Алиевым состоялся на фоне скандального визита в Армению спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в ходе встречи с представителем парламента Армении Аленом Симоняном открыто заявила, что США осуждают Азербайджан, как она выразилась, за нападение на суверенную территорию Армении. Выступая на пресс-конференции в Ереване, Нэнси Пелоси пошла еще дальше, заявив о готовности США услышать потребности Армении в оборонной сфере, а на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном Пелоси всем своим видом пыталась продемонстрировать солидарность Армении. Так на лацкане ее фиолетового пиджака виднелась брошь в виде незабудки, символа памяти о жертвах так называемого геноцида армян в Османской империи. Следует отметить, что к приезду в Ереван спикера палаты представителей Конгресса США в Армении подготовились очень тщательно, словно встречали одного из ведущих государственных деятелей. Ее кортеж сопровождали радостные крики людей, в руках которых были флаги Армении и США. Пока же американская гостья выступала на различных площадках в Ереване и встречалась с местным руководством, на площади Франции в армянской столице прошел митинг за выход республики из ОДКБ. Напомним, что в Армении сейчас находится передовая группа миссии ОДКБ, которая прибыла в республику на прошлой неделе на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. В Кремле сегодня также прокомментировали визит Пелоси в Армению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия будет приветствовать шаги, ведущие на деле к нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. А что из этого получится, покажет время. Цитата. Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому, может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе. Это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим. Со временем это все будет понятно, заявил Дмитрий Песков. Сегодня также стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзаян встретятся в Нью-Йорке с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Встреча состоится по инициативе американской стороны. Джейхун Байрамов отбыл 19 сентября в Нью-Йорк представлять Азербайджан на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Мероприятие пройдет на фоне возникшей на прошлой неделе напряженности на Азербайджано-армянской государственной границе. Азербайджан накануне передал Армении тела 32 армянских военных, погибших во время боев на границе двух стран с 12 по 14 сентября. Об этом сообщила Государственная комиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших. Цитата. На подконтрольных азербайджанской стороне территориях были обнаружены трупы армянских военных. Специалистами военной прокуратуры были проведены необходимые мероприятия и осмотр. 17 сентября тела 32 человек были переданы армянской стороне. Факт передачи также подтвердила армянская сторона. Напомним, ранее Азербайджан заявлял, что Баку готов в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел военнослужащих вооруженных сил Армении, погибших в результате последней эскалации на границе. Вместе с тем Миноборона Азербайджана накануне обновила печальную статистику своих потерь на границе. Согласно данным ведомства, погибли еще двое азербайджанских военнослужащих в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Таким образом, число погибших военных возросло до 79. Отмечается, что 282 военнослужащих получили ранения, 43 вернулись в ряды армии. Состояние 21 человека оценивается как тяжелое. Также были ранены двое местных жителей. Армянская сторона, в свою очередь, ранее говорила о гибели 135 военнослужащих, а также большом количестве раненых. Однако сегодня премьер-министр Никол Пашинян заявил, что число погибших и пропавших без вести после эскалации достигло 207. В том числе погибли трое гражданских лиц, двое пропали без вести. По словам премьера ранено 293 военнослужащих и трое гражданских лиц. Сегодня в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II, которая длилась 4 дня с 14 сентября по 19 сентября. Вестминстерский дворец в Лондоне все эти дни был круглосуточно открыт для желающих проститься с королевой. Мировые лидеры и общественные деятели приехали в Великобританию, чтобы принять участие в траурной церемонии. От Азербайджана на похоронах присутствовал спикер парламента страны Сахиба Гафарова. Однако траурная процессия не обошлась и без скандалов, в центре которого оказался президент Армении Ваган Хачатурян. Во время церемонии прощания армянский президент устроил практически селфи у гроба с телом королевы Елизаветы II. На кадрах, которые распространились в интернете и во всех мировых СМИ, видно, как Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца, фотографирует на телефон один из его помощников, что, конечно же, считается нарушением установленного протокола. По данным британских журналистов, этот инцидент стал единственным нарушением запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой и был крайне негативно встречен британским обществом. Елизавета II скончалась вечером 8 сентября на 97-м году жизни. В Британии был объявлен национальный траур, который продлился 10 дней до похорон.